МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грядущий форум, бесчеловечный инцидент и история в переплете в городе презентовали новое издание, что скрывается на страницах. Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель. Мы начинаем. Строительные соглашения, Белорусский лес и возобновление операции. Беларусьбанк вновь начал выдавать кредиты на покупку вторичного жилья. Какие условия? Будущее в наших руках. Бобруйск в очередной раз провел диалоговую площадку. Я, кстати, благодарен Бобруйску за вот эту внутреннюю искренность, и интеллигентность. О чем говорили? Беларусь – это мы. В Первомайском районе прошел открытый диалог. Молодежь – это двигатель прогресса. Это не только будущее, но это и наше настоящее. Какие темы обсуждались на встрече? Болезненная история. Упал в углу, у меня пошла кровь, и у меня начало темнеть в глазах. Подросток, на которого напал пьяный дебошир, рассказал о недавнем инциденте. Покажем, как поход в магазин может развить фобию. Бобруйск в твердом переплете. В горы с полкоми презентовали новую книгу. Каждый сегодня человек, который знает историю города, найдет еще новые страницы истории, про которые даже многие из нас не знали. В чем уникальность издания? Реальный срок, перворечь и гендерное неравенство. Компания Google согласилась выплатить почти 4 миллиона долларов за дискриминацию. Что пошло не так? Единство, развитие, независимость. Три кита, на которых в будущем должно строиться белорусское государство. И в то же время так звучит лозунг 6-го Всебелорусского народного собрания, до старта которого осталось 4 дня. Свои работы продолжают и диалоговые площадки. Бобруйск Минстрим поддержал. На встречи к жителям приходит не только руководство города, но и известные медиаперсоны. Стать военным я уже решил, когда служил в срочную службу. Поступил на факультет ракетных службов войск и артиллерии. В военной академии в 99-м окончил. Попал служить в Осиповище, в реактивную бригаду до 2003 года там. Служил в 2003 году, уже перевелся в город Бобруйск. В 2008 году я уже в должности начальника штаба батальона поступал на командорственный факультет. В 2010 году окончил и вернулся сюда уже начальником штаба воинской части. Потом, в связи с служебной необходимостью, был направлен для дальнейшего проходения службы военным комиссаром Кармянского района Гомельской области, потом военным комиссаром Глузского района нашей Могилевской области. Ну, уже с декабря 2014 года военный комиссар уже города Бобруйска, Бобруйска, Глузского, Киевского. С высоты своих погон полковник Березовский уверен, развитая военная инфраструктура, мобильная, хорошо оснащенная армия – важные аспекты независимого государства. В то же время успешность вооруженных сил – это плодотворная работа и с молодежью, в частности, с призывниками. Чтобы они больше проявляли инициативу, поддерживать инициативу молодежи, потому что все равно это их все выхлопает. Поэтому я считаю, что необходимы молодые кадры, которые должны раскрывать свои таланты, которые должны реализовывать себя в своих профессиях. А чтобы быть лучшим в своем деле, нужно учиться на отлично. В первую очередь в школе здесь закладывается база знаний. 27-я всегда была в топе качества образования. 96% выпускников этого учебного заведения поступают в ВУЗы. Директор Наталья Винокур – пример преданности родному месту. Как говорится, где родился, там и пригодился. Я закончила среднюю школу номер 27, пришла сюда же, в эту школу, молодым специалистом, учителем русского языка и литературы. Через два года стала заместителем директора по воспитательной работе, затем заместителем директора по учебной работе. И вот уже пятый год возглавляю это же учреждение образования. Это человек, который способствует развитию творческих способностей каждого члена педагогического коллектива. Она очень любит свою работу, свое дело, детей. Это профессионал. Делегатом Сибелорусского народного собрания я избираюсь впервые. Для меня это очень ответственно и почетно стать участником столь масштабного формы. Очень хорошо, что люди разных профессий, разного возраста, из всех регионов нашей страны имеют такую возможность собраться и обсудить те вопросы и проблемы, которые их волнуют, и найти решение этих вопросов. Мы единая нация, и очень важно сохранить народное единство. Меня, безусловно, будут волновать вопросы развития образования, медицины, социальной сферы. Но, знаете, все вопросы можно решить, если каждый работник, будь то сторож, дворник, педагог, либо руководитель, любой работник ответственно и добросовестно выполняет на своем рабочем месте свои профессиональные обязанности. Главный вопрос, который волнует каждого белоруса, как будем жить дальше? Все ответы страна получат совсем скоро. 11-12 февраля в Минске пройдет главное политическое событие – Всебелорусское народное собрание. К нему делегаты должны подойти во все оружии. Одной из форм подготовки стали многочисленные диалоговые площадки. Очередную принимал красный пищевик. В конференц-зале зефирной фабрики представители депутатского корпуса СМИ, педагоги, промышленники. Практика проведения этих диалоговых площадок, она показала, что от людей, скажем так, снизу по инициативе общественных объединений, гражданских инициатив, просто граждане, которые принимают участие в таких форматах, звучит очень много нужных, обоснованных, нередко острых конструктивных вопросов и предложений, которые можно имплементировать в государственное строительство. То есть такого рода связь между людьми и государством, она просто необходима, она является, на мой взгляд, обязательной для того, чтобы обеспечить стабильное, бесперебойное развитие государственной системы. Тема единения стала первой. Не зря. 2021-го указом президента получил статус Года народного единства. Огромную роль в этом отвели и в средства массовой информации, классическим и современным. Региональные СМИ должны отсылать о своих старших братьев республиканских. Но и здесь человек – основное звено, подчеркнули эксперты. В момент раскола, в момент конфликта всегда на передний план выходят люди с четкой гражданской политической позицией. Так было во время революции, так было во время Великой Отечественной войны. Эти люди поднимали в бой полки. Сейчас такая функция лежит на людях, которые медийны, которые узнаваемы. И те люди, которые не изменяют своим жизненным принципам, своей гражданской позиции, своим политическим взглядом, они ценятся. Тут же главное искренность. Если ты говоришь искренне, если ты говоришь от себя, тебя будут слышать, тебя будут слушать. Я, кстати, благодарен Бобруску за вот эту внутреннюю искренность и интеллигентность. Честно говоря, ну мало в каких регионах, пусть не обижаются Беларуси, можно найти такое количество искренних, внутренних, уверенных в себе людей. Кто не работает, тот и не ошибается. Участники открытого диалога сошлись во мнении, что да, просчеты были. В этом случае необходимо найти точку роста, чтобы выйти из сложной политической ситуации. Коснулись и экономики, ведь от ее уровня зависит благосостояние наших граждан. Рост ВВП и зарплат, поддержка молодых семей и развитие IT-сферы – главные приоритеты, по мнению многих специалистов. Самое важное – это внятно объяснить и предоставить образ будущего для Беларуси, то есть того государства, которое мы намерены строить не только в краткосрочной перспективе, на пятилетку, но в долгосрочной перспективе, в чем наша устойчивость, какие у нас ориентиры. На мой взгляд, это простые ценности – мир, суверенитет, взаимоуважение. По завершению Всебелорусского собрания, уверены участники, работа диалоговых площадок должна быть продолжена, так как именно на местах можно узнать проблемы, которые напрямую волнуют людей. Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели. Дискуссионная площадка. В Абруське прошел открытый диалог с Первомайским активом Союза молодежи. Здесь собрались секретари первичек предприятий, учреждений и организаций. Спикером на встречу стала депутат Палаты представителей Вера Широкая. Вопросы поднимались самые разные – от исторических фактов до наших дней. В преддверии грядущего форума не осталась без внимания тема номер один – программа развития Беларуси на ближайшую пятилетку. На мой взгляд, самое актуальное и новое, что введено в эту программу, потому что я была делегатом Пятого Всебелорусского народного собрания, для меня это стали сильные регионы. Само словосочетание «сильные регионы» предполагает их развитие, развитие не только инфраструктуры, но и развитие производств, нахождение той точки роста, с которой каждый регион способен развиваться и восполняться кадрами, чтобы молодежь оставалась там, не уезжала в крупные города. И я считаю, что правильно. Если мы займемся действительно малыми регионами, создадим там возможность работать, трудиться и проживать, то молодежь, естественно, будет в большей степени оставаться в своих регионах. Не зря называется «Открытый диалог Беларуси – это мы». Называется он так, потому что молодежь – это, по словам главы нашего государства, молодежь – это двигатель прогресса, это не только будущее, но это и наше настоящее. И у молодежи в наше время уделяется значительное внимание, что ни странно. «Открытый диалог» – это дискуссионная площадка, которая создана для того, чтобы задевать самые интересующие вопросы молодежи. И чтобы у молодежи была возможность пообщаться с представителями власти, с общественными деятелями и с политиками, и обсудить все глобальные вопросы, которые их интересуют. Разговор получился искренним и без купюр. Подобные встречи здесь практикуют как минимум два раза в месяц. На повестке все самое актуальное. Квартирный вопрос – прямое авиасообщение и инвестиции в лес. В стране реализуют экологичную госпрограмму. О каких суммах идет речь? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. «Беларусьбанк» вновь начал выдавать кредиты на покупку жилья на вторичке. Взять деньги на приобретение квартиры в этом секторе рынка нельзя было с мая 2020-го. Процентная ставка по кредиту – 21. Эта ставка рефинансирования Нацбанка увеличена на 13,25% пункта. Кредит предоставляется без поручителей под залог приобретаемой квартиры. Беларусь и Китай заключили соглашение о строительстве 20 социальных домов. Документ закрепил договоренности, достигнутые в мае 2015-го в ходе встречи Александра Лукашенко и председателя КНР. О направлении технико-экономической помощи на строительство социального жилья в нашей стране. Сообщается, что квартиры получат граждане, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеют право на получение соцжилья. Минск и Дубай соединит прямое авиасообщение. Полеты из столицы Беларуси будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Обратные рейсы из Дубая планируется осуществлять по средам и пятницам. Напомним, с января 2021-го белорусы могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через Объединенные Арабские Эмираты, а также находиться на территории ОАЭ без виз. Такие же условия действуют и для граждан Эмиратов на территории Беларуси. Первый рейс намечен на 19 февраля. Белтехосмотр за минувший январь выдал 188 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Это почти в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90% документов получили физлица. Для удобства автовладельцев на диагностических станциях организована предварительная запись. Более 7 миллиардов рублей пойдут на реализацию госпрограммы «Белорусский лес». Она рассчитана на ближайшие пять лет. В документе сделан акцент на рациональной переработке сырья и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. По расчетам аналитиков, в результате внедрения госпрограммы в жизнь через пять лет лес будет покрывать 40% страны. Лучший подарок – это книга. А еще прекраснее – издание о родном городе. В исполкоме прошла презентация сборника о прошлом и настоящем Бобруйска. Подробнее далее. Очередное заседание Бобруйского исполкома началось не совсем обычно. Вместо цифр и докладов – презентация новой книги «Бобруйск в переплетении столетий». Автор – Александр Казак. На более чем 200 страницах истории современность города на Березине. Такая идея у создателя родилась еще в 2017-м. Но всякие причины мешали, я правду сказал, пока не возглавил город Александр Викторович Студнев. А он как-то нас понял, и мы нашли понимание и поддержку, и помощь. В книге синтез текста и фотографий – главные герои Бобручане и самых разных эпох. На свет вышло уже порядка 500 экземпляров, но самый первый – для первого лица города. Спасибо огромное. Спасибо огромное. На самом деле это настоящий труд. Я, крайне сказать, ее смотрел, когда она еще версталась. Уверен, что каждый сегодня человек, который знает историю города, найдет еще новые страницы истории, про которые даже многие из нас не знали. И уверен, это будет настольная книга для горожан. Поэтому спасибо за этот труд. Спасибо за вашу позицию на самом деле. И самое главное – искренность вот здесь, в этих лицах людей. Бобруйск при плетении столетий – первое издание подобного формата за последние 30-летия. По словам автора Александра Казака, идей еще много. Главное – воплотить их в жизнь. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Бесчеловечная история в Бобруйске получила свое продолжение. Речь пойдет о подростке, на которого набросился пьяный незнакомец и сломал ему нос. Мария Береснеевич встретилась с пострадавшим. Обо всем по порядку из первых уст. Эти кадры с камеры видеонаблюдения облетели буквально все информагентства страны. Инцидент случился 19 января около восьми вечера. Дима Савин вместе со своим другом Ильей после школы решили зайти в магазин на проспекте строителей. Но планы ребят нарушил дебошир под градусом. Ни с того ни с сего начал махать кулаками. Мы не успеем дойти до магазина. Я беру за ручку дверей магазина. Откликает мужчина. Я сначала не понимаю, кого он зовет. Хотел понять, кого. Подходит потом он именно ко мне. Силой отдергивает меня от ручки магазина. И задает мне конкретный вопрос. Воровать иду? На что я ему отвечаю, что я иду покупать, а не воровать. После этого он нанес мне удар в живот. Попало мне по телефону. Потом начал бить мне в лицо. Сначала ударил мне в челюсть. Убил в угол магазина. И ударил мне уже лбом в нос. После чего я просто упал в углу. У меня пошла кровь. И у меня начало темнеть в глазах. Потом Илья в тот же момент, когда меня увели в угол, подбежал к мужчине, который поднимался. Попросил помочь. Мужчина подошел, убрал его от меня. И после этого вышла пара, мужчина и женщина. Женщина подошла ко мне, спросила, как я. А мужчина на тот момент вызывал уже в департамент охраны. В тот вечер восьмиклассник вспоминает, как страшный сон. Мало того, что пьяных и темноты стал бояться гораздо больше, так еще и боли в области челюсти и носа не дают забыть обещала вечной истории. У подростка закрытый перелом. Дима, как сейчас, помнит, как незнакомая женщина прикладывала к его лицу холод. После прибежал старший брат, чуть позже и мама. Женщина позвонила, сказала, что моего сына избивают возле магазина. Что уже мужчину оттянули, и ребенок кровь идет с носа, что подойдите, мы вызвали милицию. Я первого отправила сына, потому что он был одет, а я в халате пока оделась. Когда я уже оделась, сотрудники милиции уже увели его. Я его даже не видела, я видела его только в милиции. Конечно, шок был очень сильный, у ребенка шок. Мы очень испугались, потому что у ребенка много пороков развития. И когда он и шел, мы шли с ним в Мерзоных, он говорит, я ничего не вижу. Вот тогда было самое страшное. Ну, а так, вот вроде все обошлось, все хорошо. Я очень благодарна сотрудникам милиции. Я же говорю, и очень тепло, и вот как-то и звонили, и узнавали, как ребенок, и все-все. Спасибо, конечно. Сказать спасибо сотрудникам милиции семейство Савиных решило лично. Пожать руку и сделать фото на память для подростка – дело принципиальное. Однако правоохранители убеждены – спокойный и мирный сон белорусов – их прямая обязанность. Мы находились на рабочей смене. От дежурного поступило сообщение, что неизвестный гражданин совершает какие-то противоправные действия в отношении совершеннолетнего. Как бы прибыли быстро, экипировались все. Благо, что граждане как бы его на месте немножечко приспугнули, он не знал, что делать. А задержали. Видели, что ребенок стоит. Там какие-то следы крови были на плитке. Ну, дальше разбирали его. Потом уже снимали видео и смотрели, что там действительно творились страшные вещи. Он был очень нетрезвый, так сказать. Может, еще не понимал, что происходит. Пока под это все мы его задержали. Ну, общественности тоже спасибо. Помогли. Никто в стороне, да, не остался. Помогли. Народу много собралось. Может, он еще из-за этого тоже растерялся и не знал, что делать. В отношении 38-летнего нападавшего возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый находится в ИВС. Известно, что он неоднократно судим и привлекался к административной ответственности за семейные скандалы. Пояснить мотив своей выходки он так и не смог. Но Дима Савин после учебы больше не забегает в магазин. Пьяных, признается, будет обходить за километр. Кто знает, что у них на уме. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Следственный комитет озвучил подробности поджога пункта охраны в Бавруйске. Расследование завершено. Материалы проверки переданы в суд. Инцидент, напомним, произошел в сентябре 2020-го. По данным следствия, 42-летний местный житель под градусом разбил стекло в опорке. Облил двери горючей жидкостью и поджог. Подозреваемого задержали 2 ноября. Ему вменяют хулиганство, покушение на уничтожение имущества, совершенное общей опасным способом. Обвиняемый под стражей. По информации следственного комитета, он признал вину в полном объеме. В рамках гражданского иска мужчина обязан возместить ущерб, потраченный на ремонт помещения. Дело Навального о стоп-вещании и возвращении Америки. Джо Байден выступил с первой речи о приоритетах внешней политики США. Что будет дальше? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Московский суд отменил Алексею Навальному условный срок по делу Ифраше и заменил его на 3,5 года реального в колонии. Суде уточнили, с учетом времени, который оппозиционер провел под домашним арестом, в период с 28 февраля по 30 декабря 2014 наказание составит 2 года и 8 месяцев. Процесс оказался резонансным и по предпринятым мерам предосторожности, и по числу задержанных митингующих, и даже по количеству прибывших иностранных дипломатов. Джо Байден выступил с первой речью о приоритетах внешней политики США. «Америка возвращается», — сказал глава Белого дома. По его словам, страна сталкивается с растущими амбициями Китая и решимостью России нанести ущерб американской демократии. Байден пообещал жестко противостоять Москве, в отличие от своего предшественника. Также президент заявил, что США пересмотрят дислокацию войск за рубежом. В интересах национальной безопасности приостановлен вывод сил из Германии. Три украинских телеканала прекратили вещание после указа Зеленского. Программы теперь будут доступны для просмотра только на Ютубе. Президент Украины 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций. Эфирное вещание вынуждено прекращают 112 Украина, Ньюс-Он и ЗИК. Срок — пять лет. В перечень ограничений входят закрытие активов, торговых операций и аннулирование лицензий. Россия и США продлили действие договора СНВ-3. Обе стороны определяют нынешний шаг как важный механизм стабильности и ядерного сдерживания. Документ между странами был подписан 11 лет назад. В нем указывается, что оба государства сокращают свои стратегические наступательные вооружения, чтобы их суммарное количество не превышали 700 уже развернутых межконтинентальных баллистических ракет, установленных на субмаринах, как и тяжелых бомбардировщиков. Общее количество ядерных боезарядов не может быть более 1550. Компания Google согласилась выплатить почти 4 миллиона долларов за дискриминацию. Об этом говорится на сайте Министерства труда США. Проверка показала, что в некоторых филиалах организации по-разному платили мужчинам и женщинам и не принимали на работу азиатов. Корпорацию также обязали создать специальный фонд. Средства из него должны направляться на корректировку зарплат сотрудников в течение ближайших пяти лет. Компания пообещала сделать все возможное, чтобы в будущем не допустить неравного отношения к сотрудникам и претендентам на работу. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйс-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги. 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 Продолжение следует...